Сегодня у нас большое событие, мы заканчиваем вакцинацию, тайваньской вакцины. Вторая, слишком. При входе заполняется анкета о состоянии здоровья, ставят уже отметку сразу в паспорт сертификации, но это не международный паспорт. Потом нужно будет еще раз получать международный где-нибудь здесь в поликронике. Ну, насколько мы знаем, что тайваньская вакцина не признается при пересечении границ. От нашей прививки никаких благ нам не будет. Почему? Эти будут антитела? Только антитела, то есть мы делаем все. Да, делаем прививку ради того, чтобы были антитела. Но по документам на госуслугах, условно, у нас никакой пометки не будет, что у нас есть прививка. Сколько? 36 и 7. Нагрелся. Нагрелся, да. Надо отстоять в очереди, потом будет опрос о состоянии здоровья, об аллергиях и после этого только уже поставят. Организовано очень хорошо. Врач проводит опрос. Всюду хорошо второго не читает. Санитарка делает пометки в документах. Врач проводит пометки в компьютере. И не ругается. Абсолютная тишина. Слышно только, на самом деле, нас. Дальше очередь непосредственно на укол. Дело сделано. Мы поставили прививку. Первый раз. Никаких побочных людей не было. У тебя были? Вообще ничего не было. Да. Мы не почувствовали ничего от первой вакцинации. Говорят, вторая может какую-то побочку дать. Ну, посмотрим. Сейчас 15 минут нужно посидеть. И после этого уже можно будет уходить. Пить больше воды. Какие еще рекомендации? Первые два дня пить больше воды. И если что-то произойдет не так, ехать в пирогус. Организовано очень хорошо. Немного долго. Сколько мы здесь были? Немного примерно 40. Но кондиционеры работы в помещении нет. Свободно. Приятно находиться. Да. И народу, смотри, сколько пустят. Как долго. Скорость проходила в ее рейке. Просто это массовая обзинация. Поражает количество медперсонала и задействованных волонтеров. Волонтеры – это обычные люди, которые уходят с работы на пару-трого часов для того, чтобы помочь государству. Неважно, перейти детей через дорогу или же это в больницах. Очень много в больницах работают волонтеры, пенсионеры. Что это дает? На каждом повороте, в каждом дверях, на улице, на дверях. И вот здесь, например, стоят люди, которые говорят, куда идти, когда идти, сколько сидеть. Проводят за руку. То есть, если, например, мы пришли в больницу не к правильному ходу, то пенсионерка-волонтера нас вела за руку, отвела к нужному зданию. И здесь, опять же, на заполнении документов. Сейчас не видно. В дверях. На заполнении, это, по-моему, студенты медвузов. Похоже на студентов, а вот это волонтерская тема. Наш пункт сдачи ПЦР ближайшая около нашей полиплиники. Кабинку. Мужчины только, руки торчат резиновые. На Тайване произошло то, чего больше всего боялись. На Тайване перешел ковид. Более года на острове не было случаев заражения ковидом мест. Соответственно, были приняты меры для того, чтобы изолировать все импортные случаи. То есть, по приезду иностранцы или местные все в обязательном порядке должны были проходить карантин. Карантин 14-дневный. Соответственно, за это время успевали проявиться симптомы ковида. Людей лечили, изолировали всех, кто мог общаться с этим человеком. И это способствовало тому, что обстановка эпидемиологическая на острове была стабильной. Но так как были специальные условия для приезжих, например, пилотов и еще отдельных граждан, это привело к тому, что на Тайване все-таки произошла утечка коронавируса. Введены ограничения, карантины, такие как, например, система регистрации на входе. То есть, куда бы вы ни пошли, вы в обязательном порядке должны отсканировать QR-код и приспасать смс о том, что вы в данное помещение зашли в такое-то время. Это нужно для того, чтобы отследить потом, если кто-то будет заразиться, вас уведомят об этом, что вы были зараженным человеком в одном помещении, вы тоже подлежите к карантину. Если вы не можете отправить смс, вы записываетесь в определенный журнальчик. Также на входах в любые общественные места сотрудники проверяют температуру, обрабатывают руки и проверяют, отправили ли вы смс. На сегодня это все. Всем спасибо. Пока.